переведите на него вот рандаун если понадобится вдруг давай ну да и под баннер есть баннер двойной депозит до свидания номер карточки для двойного депозита потому что помимо своей зарплаты я теперь еще и зарплаты дмитрия хотя с другой стороны я подумал ну типа знаешь как бы плюс какие-то жалкие 10 процентов да нормально так ну что вы там ярик вот был бы ярик да а был бы слова который получает 50 раз больше вот это было мы можем даже составить этот небольшую инфографику типа допустим кто сколько пол соло полу соло и но и ведущий да и где-то там в самом низу прям подпу в подполье что скажете у нас у полу соло полу соло неплохо у нас тут можно сказать сенсация что можно сказать можно вчера нечего было сказать сегодня можно что-то сказать и мы скажем что-то так шоу а ну чего очень круто это была сенсация ну прям не супер сенсация потому что мы понимали что ftm в отличие от вин страйков которые вряд ли кого-то обыграют хотя смайл даже немножко верил ftm могут побороться и с hr может быть даже где-то свп в итоге мы видим что ftm кстати им это супер важно они же там в твиттере забывают что их никуда не позвали сейчас бы да третье место заняли и все они вот второе если завтра еще vp обыграют это вообще будет какой ну как сказать это не то что скандал потому что как в play грамотно ответили вообще-то у нас наш турнир коммерческий мы кого хотим того и зовем мы как бы не то чтобы качайте медийку и будем вас но это вечный контраргумент а лохи айсбергу сказать качайте медийку опять же вчера ты тоже приводил контраргумент что основной денежный поток приходит все таки не от снг зрителя от зарубежного и в рамках зарубежного зрителя условно и дэнди в разы выше чем алоха my name is илья коробкин my hometown is moscow как там я говорил но не москва ну да с алоха нет а в оригинале да в общем действительно для них это очень важно для них это фактически такой последний может быть турнир на долгое время не знаю может быть там еще в плей они обещали какие-то квалы за анонсить но непонятно и им конечно так как этот турнир может стать для них последним серьезным турниром на месяц где-то им важно хорошо выступить и они просто красавцы они не просто сегодня победили они продемонстрировали волю к победе они держались они не тильтовали они прям боролись до конца и они молодцы назови еще хотя бы одну игру где они 40 минут играли без ошибок назови еще хотя бы одну игру где был десятка коэффициент и команда отыгралась это да обычно там все-таки такие очень такие надежные сидят люди которые просто так не дают сейчас скажем так коэффициент да тут десятка и и не просто так да было видно насколько тяжелая ситуация но где-то вот они зацепили за одну за вторую тоже грамотно не тратили хроносферу в пустоту но как только они ситуацию выровняли все они уже прям было видно что они эту игру не отпустят прямо чувствовалось сетку друзья давайте посмотрим по итогам прошедших двух встреч за которыми мы наблюдали и если результат первой встречи ну не стал все-таки неожиданностью для нас то результат 2 это пока что самая большая новость самый большой заголовок для многих новостных изданий fly to moon обыграли hellraisers это действительно так мало кто ожидал увидеть именно эту пару команд именно такую пару команд в финале virtus pro то ожидали мне кажется подавляющее большинство наших зрителей аналитиков а вот ftm это интересно я предлагаю финал провести формата best of 3 что получилось идеально до 0 7 да я тоже смотрю у нас ни одного матча 21 но даже знаешь не best of 3 даже best of 5 вот будет 2 3-0 или хотя бы там 3-1 3-2 хотя бы где-то чтобы зацепились причем вчера же а шер и сами flight умунов переиграли но уже сегодня вторые сделали большую работу ошибками а первые довольно плотно даунгрейднулись да это круто даунгрейднулись на отличненькое максимально ну вообще кстати это это действительно круто что получилось к ребятам из команды fly to moon вот я хотел поднять тему слов которые илья алоха дэнс который написал в твиттере по поводу инвайтов действительно возможно именно это для них выступает сейчас мотивации ну для него лично так уж точно еще плюс кстати по этому поводу высказался менеджер этого состава который в целом а мысль или поддержал в общем как бы то ни было у парней действительно был повод для того чтобы потрудиться хорошо и вот за один день судя по всему они какие-то выводы сделать смогли ну были две принципиально разных игры это не повод играть хорошо то что ты сказал скорее наоборот повод сказать было изначально то что они играли хорошо и они понимали что ну те же spirit те же bait для них не такие крутые соперники тот факт что их не зовут повод сыграть еще лучше типа знаешь утереть нос но это важно ну это да но на самом деле думаю что они просто не даже если бы их и позвали они все равно здесь играли бы ну примерно так же потому что для них ну они понимают что этот турнир скажем так таких турниров нужно выиграть реально много и идти вперед так друзья собственно с нами на связь выходит вышеупомянутый игрок команды fly to moon кто бы вы думали илья алоха дэнс коробкин илюш как нас слышно здорово здорово поздравляем вас победой мало кто верил и зрителей из аналитиков в том числе но вам удалось это сделать расскажи какие эмоции команда испытывала вот в тот момент когда вы осознали что вы ходите победителями в этой серии вы радовались или для вас это просто очередная победа и не более того ну не знаю просто выиграли нормально ну мы подготовились нормально там развивали драфты обсудили вчерашние наши проблемы там в коммуникации немного там подвижения мы просто сыграли ну нет такого что это игра там судьбы которая очень хочется выиграть но мы просто подготовились обычная игра выиграли круто слушай мы вот тут как раз гадали на как бы на кофейной гуще по поводу того что для вас дополнительной мотивации могли выступить те моменты которые ты у себя в твиттере излагал по поводу инвайтов так ли это было команда сейчас держит в голове эту мысль когда играет это добавлять добавляет вам какой-то спортивной злости или это так не более чем слова в социальной сети нет я бы не сказал что добавляет наоборот на самом деле потому что ты сейчас понимаешь то что вот эта вся началась эпидемия коронавируса и если тебя просто не позовут мне на один турнир то тебе на самом деле нечего играть вот мы сидим там ну каждый день тренируемся играем конвары там достаточно долгое количество времени там обсуждаем короче проводим работу ошибками как команда себя проявляем и когда там вот эти вот турниры единственные которые проходят в онлайне на тебя их не зовут ты задаешься вопросом типа ну а вот ради чего ты там будешь конвары те же самые играть если типа нет турниров вообще давай знаешь как сделаем давай я сравним серию которая у вас была с командой хеллрейзер вчера и сегодня чем они принципиально отличались за счет чего удалось добиться диаметрально противоположного результата ну смотри вчера в первой игре против fire у нас было вообще все отлично прям супер хорошо до момента пока я не купил агонимные гнистроки я купил агонимные гнистроки у меня сбили все бинды к сожалению и у фальте я не нажал еды кнопки его там все ощущение собака него начинает св essayer мама в этом хватит просто выиграл в игру и когда заканчивается arconStress у меня называется бинд я жму там вот эту вотрога ним ную штуку на ногу чтоб она всех убила мне алексоверна говорит а илюха илюха контроль нага и ты сейчас просто всех убьешь я говорить очень нормально я все контрольной типа высотой надõь туismo been он говорит нет ты не бишь я говорю оллив ну сила пофайту происходит больше попасть отужbere ты ни Notes я говорю я sin gone fo 줄 У меня курица летит файт, я стою, у меня все бинды сбились, я жму кнопки, у меня ничего не нажимается, я смотрю в инвентарь, у меня все бинды инвентаря сбились, каждая клавиша, просто я стоял в файте, просто не понимал, что происходит, не нажал ничего абсолютно, и, ну, это был просто бред, мы там проиграли файт из-за этого, просто потому что, ну, дота сбила у меня все настройки, там еще была пауза, если вы помните, я 5 минут сидел, все свои настройки искал там, сканшот, он все перенастраивал, вот, после этого, то еще мы, ну, мы не то что ну лидировали, там где-то 60 на 40 было, Ошиблись на Рошане, немного, ну, как много, летально, грубо говоря, мы ошиблись на Рошане, и там проиграли игру, но до этого бы вообще не дошло, если бы у меня не сбились бинды Вторая игра, я, честно говоря, даже ее не помню, сейчас я партию открою, она была бы у меня Ну, ты можешь, на самом деле, не то чтобы конкретно прям по играм говорить, сравнивать их, просто в целом, вот, помимо этой, конечно, с одной стороны грустной, а с другой, несколько забавной, если со стороны смотреть ситуации с биндами, что-то принципиально изменилось, ты говоришь Вы поработали, а, ну, на чем именно, что получилось сделать в этой игре, чего не получилось там, помимо этого момента? Да, тут в нашей команде, ну, мы часа два сидели обсуждали, как там стоит коммуницировать во время игры, потому что, ну, команда это очень щепотливое дело, и там, как сестакуется, химия, не химия, кто кому как мешать, как подавать информацию, у кого напрягает какая-то там информация, как правильно ее говорить, у нас в команде бывает так, что несколько людей разговаривают, и мы приходили к общему мнению, как лучше сделать, чтобы там не мешать людям, и, ну, максимально спал, она там правильно говорит инфу, вот, мы больше это обсуждали А так, ну, что вчера по серии, ну, первую игру и свапочку мы проиграли, там все было круто, вторая игра, ну, это уже вообще, у нас там на фоне первой игры пошел полный бред по драфту, мы там вообще немножко так поехали, я там вообще нереально руинил, я был, скажем так, немного расстроен после первой игры, вот, не то чтобы в тельте, типа, но там, короче, все плохо играли, и драфт был плохой А так, типа, сегодня просто все собрались, там, проснулись туда-сюда, мы хорошо понимали, типа, то, что у нас хорошие шансы, мы разогнали Ставин Страхер 2 по 20, нам это еще дало уверенность, потом пошли там, пообщались, порофили, послушали песни, попели коробки во время драфта, и пошли по кайфу с играли же есть Красавцы, красавцы Нет, ну, по первой игре, вот, у меня вопросов особых нет, там все понятно Есть, есть, вы давили Насколько сильно вы орали, когда Никс не смог, ну, у него кончится реном после Юла, где-то вот вы сломали эту двавышку А, я помню Вы его тип на версии Я немного удивился, ну, тип это... Я сказал, что один человек из 12, которые смотрели эту игру, то есть 10 игроков и 2 комментаторов, 11 были в сильном шоке Не, ну, как это, я не ждал, типа, я с Саней очень, ну, Никса очень уважаю игрока, он очень много старается, трудится, и он очень сильный игрок Ну, просто был мисплей, нам это очень сильно помогло, в том плане, что, там, мы смогли подняться на три, если не ошибаюсь, когда умирает Эмбер Ну, это не то, чтобы сильно на игру повлияло, если бы мы это играли так же, как мы играли, ну, по всей игре, там, по карте, все было бы хорошо Ну, это тип, это был не то, что порофлить, просто когда ты, типа, мисплеишь, типа, типа, с Саней на Метима, это дизморально, типа, это был, знаете, такое, это часть игры Это мы, типа, на сколько нажали, просто задали четыре типа, чтобы щелчить палки, вот так работает По поводу второй игры, первую игру вы давили, всю игру и додавили, а во второй все-таки, ну, тяжелая ситуация была, там, прям вас поджимали очень жестко, вы отыгрались, и, ну, как-то вот, за счет чего удалось вот перевернуть? Ну, вторая была очень тяжелая игра, на самом деле, плохо стояли линии, то есть мы проиграли с Геночем бот, мид у нас тоже, ну, короче, тяжело было на лайнах, после этого, там, ну, мид вышку не смогли задефить, там вообще было очень сложно После этого, там, вот, когда нужно было делать первое действие, более групповое, мы немного рассветились, тоже по всем линиям стало немного сложновато Но мы понимали, что у нас драфт очень сильный на тимфайт, и если мы возьмем правильную позицию в нужные тайминги и нажимаем нормальные клавиши, типа, то мы можем легко перевернуть Ну, так, в принципе, и произошло, но у них еще драфт на соло-пиков, это по факту Помог, насколько сильно тебе помогла комбинация талант, линза, киноптик и телескоп? Да, я уже привык, я часто играю, скажем так, в рубрике, но поигрываю временами, да, скажем так И это, ну, это, на самом деле, уже классика, то есть, ну, линза и таланты всегда в каждой игре имеешь, но киноптик нам уже не сильно заметен Спасибо огромное, Илюх, спасибо огромное за то, что пришел к нам на эфир, были рады пообщаться и желаем удачи вам завтра в серии против Virtus.pro Надеемся, что у вас там тоже все получится и бинды все останутся на месте Илья Лохаден Скоробкин, друзья, игрок команды Fly to Moon был с нами на прямой связи Будем рады и увидеть его завтра Спасибо, Илюх, спасибо Собственно, вот так, друзья Ситуация вчерашняя, конечно... Надо было сейчас спросить, как он наджал себе Аганью с третьего Рошана Ну, да Потому что там реально были варианты, но генерал занес ему прямо вот, вытащил и носил себе Если я не возьму Аганью, то курица опять полетит в замес Ну, это очень крепко Это самое... Я про то, что за две недели я увидел больше багов, наверное, через весь прошлый год в Доте Причем это... Я вот постоянно у меня всплывала эта история в голове со вчера Я еще, когда повтор крутился на канале, на нашем что-то зашел, попал на этот момент И даже НС смеялся над этим моментом и говорил, что там такое произошло, что все бинды слетели Причем он не отрицал, что такое вряд ли случится Но в Доте иногда, учитывая, что в отличие от обычного казуального игрока, у которого там бинды на скиллы У хорошего игрока, профессионального, у него бинды на иллюзии, на все И это все разные... Даже на точки на карте отдельные бинды обычно делаются И Дота все это запоминает Дело в том, что если ты что-то забиндил на единицу через группу, определенную группу юнитов Потом она у тебя появилась в следующей игре, Дота это помнит Но! Она может это все взять и сбросить Как в этом случае Ситуация на самом деле, не знаю... Записываешь конфиг, скидываешь отдельно флешку, носишь с собой Ну так, Илья, он и говорит, он как раз по скриншотам, по сути, то же самое Но ведь это не так быстро сделать Просто чуть дольше Не знаю, прокомментируйте эту ситуацию где-нибудь обязательно Хотя у тебя даже обычно, вот ты сдаешь мышку, сдаешь клавиатуру И у тебя еще, типа, ну, заходишь в Дота, настраиваешь свои бинды, забирают SSD-шник, вот чисто твой И вот там вот отдельно с ним ходят и носят его И то что-то иногда слетает Ну, это Дота тяжелая игра в этом плане Не, ну, опять же, слетает просто потому, что у кого угодно есть доступ к этим вещам Обычно То есть они где-то просто, знаешь, в ящике такой лежат У меня где-то есть фотка ВКонтакте, можешь посмотреть с третьего НТА Я копаюсь в этих вещах Virtus.pro, типа Понятно, неплохо Конечно, в контексте нашего хада специально Да, тут без вариантов Да, и тут алоха Жестко, прям Я тебе так и писал, когда ты спрашивал про Оскары Что без вариантов? Ну, без вариантов, да, только ты про кого писал? Про лоху Про лоху? А, окей У нас где там Я даже спросил, надо ли еще что-то? Да-да-да, нет, все правильно Там у нас были к тебе по другой номинации вопросы, но уже, ладно, это давно минувшие дни В смысле, это ты про ЛТВ? Про ЛТВ, да Все там правильно? Да бог с ним, с ЛТВ Мы лучшего игрока выбрали сезона Паника Который вылетел сегодня Он сегодня так сыграл средненько, скажем так Меня вообще смутило, что, типа, почему-то куча народа проголосовала, а у Сереги был финальный голос постоянно Господи, это очень долгая ситуация, история на самом деле Давай я тебе за кадром ее расскажу, зрителям не особо понятно и интересно Сколько он тебе заплатил? Ну, много Примерно пол моей зарплаты, то есть ничего То есть ничего Да, все верно, все верно Так, и дальше теперь, получается, самого полезного игрока сейчас будем смотреть Его, насколько мне известно, у нас аналитики выбирают, да? Ну, тут без вариантов По-моему, да, по-моему, они Айсберг, ну, не знаю Вторая игра, сомнительный MVP Ну, с одной стороны, а с другой стороны, то есть ты проиграв свою линию, не то, чтобы по своей причине Ну, то есть, опять же, тебя подбили саппорт на авантюру Не то, чтобы он сильно ее залил, вроде все грамотно делал И потом собрался, Shadow Blade, побегал все, то есть попытался поделать, собрал ауры Ну, аналитики сказали, значит, так В принципе, это вот не сказать, что я сильно против Я понимаю, что, ну, можешь ли ты выделить его с плохой стороны за обе игры? То есть где-то заметить какую-то вот такую сильную помарку, которая бы сказала, что, ну, типа, не МВП Ну да, он старался Во второй он старался, а в первый так он вообще тащил То есть, да, и исключительно, что вот случалось с ним плохого То, что его герой был таким, что его можно было убить Команда противника вписывалась в него и, собственно, убивала несколько раз Но это тоже неплохо Так что, хороший МВП, хорошая игра сегодня от Богдана Ну, опять же, как сегодня Вованграм заметил, что, возможно, это единственный игрок на финалах при матче, который может дать бой Нуну Мы, кстати, максимально вообще не угадали результаты То есть мы 2-1-2-0 на HR Ладно, первый еще я угадал, Серега нет Но 2-0 на Винстреке, даже 2-1 на Винстреке никто не ставил Ой, на Flight of Moon И такое бывает, конечно Ладно, друзья, нам еще с вами нужно подвести итоги нашего розыгрыша, который мы сегодня проводили В течение дня вы присылали нам свои фотографии, как вы смотрите нашу трансляцию Выкладывали их в ВКонтакте с хэштегами RUHAPE PARIMATCH И, собственно, участвовали в розыгрыше двух прекрасных девайсов от наших партнеров из магазинов RockStore Один из них — это замечательная игровая мышь Которая сегодня найдет своего счастливого обладателя А второй — это вот этот здоровенный, высокотехнологичный, красивый, с подсветкой игровой коврик Эти два девайса сейчас будут кому-то вручены дистанционно Ну а потом представитель нашей студии с победителями свяжется И вы там уже дальше все обсудите, как эти вещи попадут к вам в руки Давайте смотреть, какие работы вы нам сегодня присылали Если, кстати говоря, по моей информации, если будет много интересных фотографий И нам захочется еще кого-то наградить, то у нас есть такая возможность Опять же, если я ничего не путаю Константин Тарнакин Прошу прощения за неправильное прочтение В случае чего, во время карантина приучаемся и ждем Fly to Moon vs Winstrike Приучаемся Ну да Приучаемся, приучаемся Молодое поколение — это хорошо, когда это смотрит Руслан Джамалов, Паримач Лига, Рухап Паримач Ну да Хорошо, Рухап я вижу Кто здесь Паримач? Подожди, а что вообще происходит? Ну там человек спит на заднем понятии Ну типа он смотрит, а второй спит, да Некачественно смотрит, ну возможно болеет Может и так Но одеяло зато четкое Одеяло четкое, он хамелеон Давайте дальше посмотрим, что у нас там еще есть Из-за коронавируса так и живем, как крысы Сидим дома, уносим еду в норы и там ее едим Если видим человека, то прячемся Так пусть же, когда крысы тоже будут жить, как мы И вместе с нами смотрят Паримач Лигу Это тост прям Да-да-да, неплохо Так выпьем же за то, чтобы Не мы жили, как крысы, а крысы жили, как мы Да Сегодня у нас детский день Это правда Но это замечательно Это замечательно Да О! Это хотя бы по креативе Готовимся к лету на карантине Паша Лебедев фотографию прислал Понимаешь, это позитивный настрой Да Готовиться к лету с молодым Я тоже сейчас к лету готовлюсь У нас летом военные сборы И пока что не сказано было, что их отменят Поэтому мы все еще готовимся Знаешь, я не пойму Это гантелька маловатая Или это рука такая большая У меня точно такая же гантель дома Я могу сказать, что она маленькая Как ты можешь подтвердить, что ты не карлик? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, не, а что, вроде как на это не... Друзья, а что это? А, это, господи, я вообще не понимал, что это такое за черный прямоугольник, пока я не увидел, что это трансляция Римач Лиги. Да, это она, это она. Ну, вообще, это типа, ну, я говорю, сюда бы еще мангал, крафт-стейшн какой-нибудь. Куча таблеток, ну, это вот более, знаешь, карантинное. Это по-петербуржски как-то очень выглядит, если честно. Ну, не знаю. Нет, ну, в конце концов, солнечный день, то есть это далеко не каждый раз так везет. С этой точки зрения, да. Сейчас, кстати, солнце, по-моему, почаще в Петербурге вылезать начало. У меня в Инстаграме периодически мелькуют люди, которые в Питер заезжают. Господи, ты боже мой. Это нормальная тема. Костя Машенский. Карантин на отдыхе плюс дота равно руха по ремонту. Это тот случай, когда ты уехал на курорт, и тебя там заперли в отеле на карантине. Видите туалетную бумагу? Я только сегодня видел видос от одной дамы, которая говорила, типа, лишь бы там закрыли границы, тогда же осталось, и потом ссылка от нее же, типа, где она говорит себе в прошлом, типа, дурацкая была идея. Очень много туалетной бумаги. Но это босс. Очень большое джакузи. Определенно босс. Зачем в джакузи ковер, кстати? Очень креативно, действительно. Что, в ноги не скользили? О! Иванка Липовска. Так. То есть, получается, три трансляции разных. С телефона, с планшета и с телевизора. Ставь плюс. Причем все разные. Я так подозреваю, потому что параллельно сейчас идет много доты там. Хотя уже, наверное, не идет, потому что уже вечер. Китайские дивизионы играют. Да, да, да. Очевидно ставь плюс, если ты смотришь, как бот с нескольких девайсов. Да. Ну, либо есть вариант, что вот там справа на одеяле джойстик лежит. И, может быть... Играет в дот на джойстике. Да, да, да. Приспособил, может, как-то. Ну, это... А, кстати, где-то был на Reddit пост какого-то чувака, который с чем-то... Как ты там играл? То есть, то ли без мишки, то ли без клавы, что-то там такое. Вот, я не знаю. С одной стороны, эта фотка смотрится не очень креативно, потому что в ней креатива не так много. В ней только маска. Но, с другой стороны, маска реально подходит идеально под все. Ох, я даже не знаю, прям... Кандидаты есть сегодня. Хоть написал бы что-нибудь, чтобы вот прям... Так ты просто не услышал. А, он там говорит. Неплохо. Он улыбается мне. Актуальненько. Это Ромка Резоль? Нет, это Резолюшин. Это Евгений. Карантин не помеха. Ставь лайк, если приносишь на пляж гантели. Собственно, одеваешься в униформу. А это не гантели, это скейт. А, ну, епростые. Да мне не видно отсюда. Я вижу, у меня уже везде гантели. Я понимаю, что он шабрикует. Слушай, ну знаешь, ладно. Принести гантели на пляж, это 5 из 10. Но принести скейт на пляж. На галичный. Хотя и на песочный то же самое. Он по воде, да, или по песку? Ну, странно. Давай так. Зависит от того, сколько у тебя собак у пряжки. И, кстати, где карантин-то, алло? Это да, это как-то контркультурненький пост получается. Это Майами или Керчь? Дотка в любых условиях. О, боже. Это Рафам из Хардстоуна. Знаете такого? Но ведь это протеин. Ты кого-то обманываешь? Короче, сегодня у нас Качковский день. Но, тем не менее, как выбрать? Как выбрать сегодня? Я вообще не представляю. Просто это какой-то... Вот знаете, мы смотрели эти работы, и я знаете, что понял? Некоторые работы на вот этот розыгрыш могли бы хорошо заехать на розыгрыш бюджетного косплея. Давай так. Я предлагаю три сразу варианта. Потому что, знаешь, такая опция есть. И третий, это вроде что-то типа плюша. Я сейчас, знаешь, я прошу, пока мы думаем, режиссера подтвердить мысль, что у нас есть запасной приз, который мы можем вручить. Если третий, и это плюш, за тост с крысой, потому что там как раз еще и ребенок. Третий, вот мне подсказывают плюш как раз. Да, вот. Третий, плюшку и ребенку. Ну, типа, с крысой. Так, стоп. Третий, плюшку и ребенку. Ну, типа, вот у нас три приза. Третий, номер три, наше место, это вот где тост, чтобы мы жили как... Не мы жили как крысы, а крысы. Да, да. Вот эту плюшевую игрушку ты предлагаешь. Вы зафиксировали потом, или, наверное, сейчас. Ну, вот, сейчас посмотрим. Да, Сергей Алимов, спасибо, что смотрите нас за тост. Вообще отдельный респект. У вас будет игрушка, у вас будет подарок. Ее сейчас в кадре у меня нет, но поверьте, она существует в природе, и вам ее пришлют. А я один только сейчас заметил крысу. Нет. В смысле, я видел ее сразу. Она на мониторе сидела. Так, получается, один. Да. Так, и вот эти два девайса теперь нам надо. Теперь сложнее, да. Смотри, мои фавориты. Я, наверное, должен был подтопить за крысу, как владельский. Ну, начальник хомяка, да. Ну, короче, я предлагаю коврик. Начальник. Мне нравится, кстати. Отдать коврик парню в маске. Мышка вышкотируется. Да. Окей. А, подожди. Парни в маске — это протеин. Подожди, подожди. Нет, этот, который не Рафа, а который... А, с маской ВИЧ-доктора. Ага. Чумной. Чумной доктор, да. Новый доктор. Чтобы дома был коврик. Ну, с одной стороны... С другой стороны, секундочку, еще был парень в джакузи, у которого коврик. Да. Мне понравилась маска ВИЧ-доктора, вроде бы, но, с другой стороны, она такая, ну, типа, относительно других пустоватая. Да, он не приложил особых усилий, вот меня вот это... Опять же, давай так, Майл. Вот я закину варианты, то есть парень с протеином, парень со скейтом и парень в джакузи. Парень со скейтом, парень в джакузи, парень, который туалеткой обмотался с протеином прикольный, и четвертый парень в маске чумной. Вот четыре кандидата Майи. Ну, я, наверное, все-таки выкинул из-за этого дела, вот, и Майл Телестер говорит, с одного выкинуть. Так, ну, в джакузи, я считаю, топ-1, и остался со скейтом, и кто? И парень с протеином. Да. Ну, смотри, как бы на карантине... Тогда можно и парня с Питера, да, который подсовершен. Не-не-не, ну, можно и с Питера, да. Там бы мангал. Я к тому, что... Я к тому, что как бы на карантине это больше к парню с протеином, но, с другой стороны, с моря как-то она повеселее была. Но это значит, что мы будем поощрять несоблюдение карантинных условий. Да, да, мы не можем не поощрять несоблюдение. Во-вторых, если он на скейте, вряд ли он смотрит трансляцию постоянно. Да не, может быть, он смотрит, и если ты поверь мне, то особо на пляже на скейте не разгонишься. Надо решать, мужики, давайте. Ладно, я думаю, что протеин. Протеин — это коврик второй кандидат. Первый — это... Джакузи? Нет, с джакузи, да. Джакузи — протеин, Митяй. Да, согласен. Согласен. Кому что? Ну, коврик протеина, мышка — джакузи. Все, друзья, мы определили наших победителей. Сейчас их работа еще раз. Посмотрим. Костя Машенский, карантин на отдыхе. Тебе достается мышка. А вот... Да, вот он, Костя. Все правильно. Неловко получилось. Попыльно, попыльно, неплохая. Блин. Ну, такая... Че я-то? Ладно. Костя достается мышь от наших партнеров из магазинов Rackstore. И от них же другому кандидату, Максиму Иванилову, достанется замечательный игровой коврик. Все, друзья, с вами свяжется представитель нашей студии. Посты свои ВКонтакте до того, как с вами свяжутся, не удаляйте, пожалуйста. Откройте личку ВКонтакте, пожалуйста. Откройте личку, да. И ждите своего заветного часа, когда к вам придут обсуждать, как вам будут вручены замечательные подарки. Надо бы сказать, кто должен написать, чтобы не было разводила и всего прочего. Какого разводила? Ну, бывает, что ты где-то что-то выиграешь, и тебе начинают писать, типа, я от этого сообщества что-то выиграли, переселить там 500 рублей за пересылку, мы вам отправим. Это типа развод. Все за наш счет, все пришлем сами. Да, это Митяй сказал. Если вдруг изначально так не планировалось, то оплатит он. Я готов, потому что это будет по-честному и правильно. Ну и что можно сказать, друзья? Это был предпоследний день второго сезона по рематч-лиге. Все, по сути, осталось самый, что ни на есть, последний бой. И бой этот состоится уже завтра между командами Virtus.pro и Fly to Moon. Мы с радостью будем ждать вас на нашей трансляции. Заканчиваем это пост-шоу. Для вас работали Митя Инмейд Филинов и Владимир Майлшторм Кузьминов. Меня зовут Дмитрий Нотен Майхаус Крупнов. Хотел напомнить, друзья, что в нашем инстаграме Dota2RUHUB мы совместно с Parimatch и с FragStore разыгрываем 15 призов. И подробности этого розыгрыша вы можете найти в описании нашей трансляции. И также не забывайте, что Parimatch на этом турнире дарит 100% бонус к первому депозиту. Подробности вы можете также найти в описании нашей трансляции, кликнув на соответствующий баннер. Завтра будем ждать вас на нашем эфире, друзья. Будем заканчивать со вторым сезоном. Всем пока и доброй ночи.